Всем привет дорогие друзья, с вами я Влад Купер и это пятый летсплей на игру The Respawnables. И в этом летсплее я как и обещал опять же буду покупать какое-либо оружие и играть с ним. И сейчас, как я обещал в предыдущем летсплее, я куплю винтовку с оптическим прицелом за 10 тысяч. Итак, нажимаем купить. И вот, винтовочка куплена. И давайте заодно купим какую-либо голову. Итак, у нас здесь уже головы идут подороже. Ну вот, есть 108 тысяч, но они уже все очень дорогие. Кстати, вот, кепка Android прикольная такая. Она бесплатная, плюс 2 здоровья добавляет. А наша обычная, вернее не обычная, а та, которая была перед этим, добавляет плюс 2 ловкости. Но это ловкость, а это, соответственно, здоровье. То есть, понятно, что здоровье нужнее. Так, посмотрим, что у нас с телом. С телом у нас футболка Google Map и бронежилет. Бронежилет уже надет на нас. Ну давайте не будем покупать пока что никакую футболку, никакое тело, торс. Так что давайте купим взрывчатку, может. Да, я, кстати, обещал вам показать на деле эльфийскую гранату. И сейчас ее испробуем. Да, я не купил бронежилет, не купил ноги, не купил голову. Но зато... А, нет, я купил голову, то есть кепку на голове. И это уже, ну как, прибавление, я не знаю, развитие. То есть с каждым выпуском я буду развиваться, я буду продвигаться. И это будет очень, так, постепенно. Итак, вот и загрузился наш сервачок. Идет загрузка. И мы попадаем на карту. И будем надеяться, что этот автомат будет хорош. А, кстати, я забыл. Я играю в командную игру. Поэтому нам сейчас надо убивать только красных. И никого больше. Сука, там сзади из пистолета стреляет. Оу. Я стрелял в него, точно в него. И урона никакого не причинил ему. Как-то не очень странно для винтовки за 10 штук. Ну вот, я в него стрелял, и я не смог его убить. А, тут еще и прицел есть, кстати. А, сервер принесли. Я не знаю, убил ли я его или нет. Но точно вижу, что какой-то Иван меня убил. Блин, друзья, как-то мне уже не нравится эта винтовка. Какая-то она никакая, что ли. Не очень. Вообще не очень. Наверное, давайте двигаться, чтобы в нас не попали. Блин, не очень, друзья. Не очень. Особенно с прицелом бегать, это тоже не очень затея. Поэтому мне она не очень нравится. Я даже жалею то, что я ее купил. Мне денег хватало на то, чтобы купить еще и базуку. Но я их просадил, эти же деньги, на то, чтобы купить автомат. И вот на последнем хп у того чувака я умер. Боже ты мой. Как же так можно? Давайте вот напоследок возьмем бонусные очки. Блин, сколько тут противника. Кстати, граната. Граната. Сейчас испробуем ее еще раз в командном бою. Я еще раз сыграю в командный бой. Кстати, она первом месте. Несмотря на то, что у меня пять смертей. И всего лишь одно убийство. И, кстати, я получил много денег. И давайте еще... Нет, мы не купим одежду. Мы посмотрим на наши улучшения. Да-да, друзья. Здесь есть улучшения. Их можно покупать за деньги. Дальность оружия ближнего боя можно улучшить. Давайте улучшим. Довольно-таки неплохо. То есть мы теперь будем дальше стрелять. Так. Все. Следующая игра. Началась. Идет загрузка. И вот загрузка прошла. Мы появились на карте. Опять же с нашим автоматом. Но уже с улучшенными способностями. Вернее способностью. Тем, что мы можем теперь дальше стрелять. Не знаю, как это будет выглядеть со снайперкой, например. Но думаю, автомат будет стрелять дальше. Судя по тому, как было написано. Но урона не прибавится. Кстати, давайте эльфийскую гранату кинем. А, блин, мимо. Кидаем. Она взрывается через примерно 2 секунды или 3. Вон, еще один бежит. Еще один бежит. Ну, давай же убьем хотя бы одного. Блин, ужасно просто сделанное оружие. И... Да, ладно, пофиг, что в графическом плане ужасно сделанное. Она просто ужасно сделанная в техническом плане. Очень неудачная. Неудачная покупка, друзья. Не нравится мне. Оно даже тяжелый пулемет. И то был лучше. По крайней мере, мне так казалось. И кажется сейчас. Очень ужасно. Никого не убили вообще. Никому вреда не принесли. Такого. Чтобы уж зацепило. А наоборот даже. Может. Может, на нами сейчас весь сервер смеется. Какой мулах, что выбрали эту оружку. И почему этот пидор стреляет только по нам. Вы только посмотрите, сколько я в него попал и сколько жизней я ему отнял. Совершенно ничего. Зато он нас убил с того же оружия, что и у нас. Это ли справедливость, что ли? Вот именно, что нихуя не справедливость. И почему нас не респят? Эй. Блин, просто говеное оружие, друзья. Так. Давайте уже. Я уж постараюсь кого-нибудь убить уже с прицелом. Да, я постарался и я убил. Может с прицелом и надо воевать? Но тогда зачем здесь прицел от третьего лица есть? Если можно с снайперского прицела всех убивать. Я не понимаю, снайперки, например, нету, а нас с обычного прицела все хорошо ложат. Но нас с обычного револьвера убил Иван. Блин, ну как же наш герой ноги расставляет? За него даже играть уже не так хочется, как хотелось, когда ты качал эту игру. Боже ты мой, боже ты мой. Опять Иван, опять ты. Ненавижу Иванов. Это не говорит о том, что я ненавижу русских. Но, блядь. Его я конкретно не на... Да, блядь. Неудобно, очень неудобно, когда ты смотришь прицел. Может быть удобно играть с джойстиком, но я не уверен, что в эту игру можно с него играть. И как только я отреспился, в меня сразу начал стрелять какой-то чувак. Предположительно Иван. Вон, кстати, там лежит звездочка. А вот чего она так поздно подобралась? Да, странно, конечно. Всё, осталось 13 секунд. Не знаю, убьём мы кого-нибудь или нас убьют. Отлично, давай же. Ну хоть перед окончанием, перед половым актом сервера, не знаю, состязания, я достиг 14 левел. Вот так вот на фоне надписи поражения я достиг 14 левела. Отличное. Всё, у меня 14 левач, плюс 1300 долларов. Не знаю, плохо это или нет. Как для меня это, ну, не производит радости. И вообще я не очень рад. Так, давайте теперь, нет, не улучшения покупать, а поиграем в против всех режим. Ну а для начала давайте купим какую-нибудь голову. Голову. Нет, голову нам по-прежнему нельзя купить, потому что они все очень дорогие. За 4000. Но она тоже дорогая. Давайте купим. Вот ноги, я думаю, можно купить. Вот, плюс меткость. Ну, блин, я не знаю, у нас есть вот так, нет, не такие. Вот такие вот ноги, они добавляют плюс 2 здоровья, но они за 950. Я думаю, купить за... За... 3000. Думаю, нормальные штаны. Грязные штаны называются. Плюс 2 меткости добавляю. Будем такими меткими. И заодно развитыми. Ну что же, вот и всё. Нажимаем все против всех. И... Происходит поиск состязания. Итак, наше состязание найдено. И началась загрузка. И вот, загрузка прошла. Нас отреспили. И сразу мы увидим звездочку. Так, мы бегаем в грязных штанах. Нам надо пойти помыться, но тут вокруг только стройка. И я не уверен, что на стройке есть то, в чем можно помыться, а то это вода. Ну, не в цементе же нам мыться, правильно? Так что... Так что тут чувак с тяжёлым пулемётом. Ой, вернее, с гаубицей, блядь. Пиздец. Так что нам не получилось всего убить. Он нас с одного выстрела просто уебал. Думаю, нам должно повезти. Реально, вот, не может быть такое, чтобы это оружие было уж совсем плохой. Что за 10 тысяч нельзя... Нету ничего хорошего в этом автомате. Ну вот, я убил, но... Если бы он стоял лицом ко мне, и мы бы вот так вот стрелялись, как на дуэли, то он бы меня с первого выстрела победил. Потому что у него сильнее оружие. Даже если бы он стоял с ФАМАСом, ФАМАС бы меня убил просто за, там, не знаю, секунд за пять, наверное. А это, это, наверное, только для того, чтобы стрелять с прицелом. Но вот, что я не понимаю, так это зачем здесь прицел, так сказать, снаружи? Потому что он тут вообще не нужен. Давайте вот с прицела попробуем кого-нибудь убить. И... Ну, блин, патронов слишком маловато, да? Сука, он туда залез, но опять с гаубиц убил вообще. Может, мне надо двигаться, чтобы он меня не убил, но... Блин, тогда я ни в кого не попаду. В чём логика? Блин, парадокс какой-то. Ладно, давайте заберёмся вон туда. Там повыше будет. И, может быть, кого-нибудь всё-таки убьём. За весь летсплей. Пятый. Может, кто-нибудь тут пробежит. Нам подфортит. Но осталось 15 секунд, и никто... Никто не подбегает. Клиентов нет. А вот и первый клиент. Так. И... Ну, блядь. Ёбаные пули. Блин. Скотина. Ладно. Конец состязания, друзья. Одно убийство, три смерти. 300 очков. Можете обзывать. На счёт 300. Но у меня 300 очков. Ничего не могу с этим поделать. Вот и всё. Мне эта оружие не понравилось больше всех. Она больше всех была плохой. Больше всех была самой мазистой. Самой... Плохоиграющей. Плохостреляющей. Прицел говно. Стреляет говно. Просто похоже на говно. Поэтому, друзья, это оружие очень плохое. И не играйте с этого оружия. И давайте вот купим... Нет, не это. И не это. Давайте вот это, может, купим. Боеприпасы для пулемёта. Вот пулемёт мне понравился. И для него я куплю боеприпасы. Покупаю. Всё. Теперь у меня пулемёт с боеприпасами. И это круто. Ну и давайте ещё купим. Ну, больше нечего покупать. Просто у меня больше ни на что денег. Не хватает. Поэтому всё, друзья. На этом и заканчивается наш пятый летсплей на игру The Respawnables. Спасибо, что смотрели его. А также, чтобы не пропустить следующий летсплей. Или ещё какие-либо видео. То подпишитесь на мой канал. С вами был Влад Купер. Всем пока.